всем добро пожаловать на мой канал о творчестве на прошедшей неделе я приобрела новый набор от фирмы реалис называется шоколадница по мотивам картины леотара размер 24 на 40 сантиметров но я подробнее все еще покажу что там в комплектации самого набора обзорчик естественно сделаю что там как все организовано внутри и сейчас буду делать распаковывать набор и организовывать свой процесс работы как мне это удобно потому что ниточки здесь идут на вот таких вот планшетках у меня уже это второй такой набор с такими планшетками я их на них вышивать с них не люблю потому что нитки не разрезаны на те части которыми я привыкла вышивать поэтому сейчас буду их организовать на вот такой маленький планшетик здесь всего 29 цветов поэтому мне здесь такого достаточно будет такой маленького органайзера для ниточек и потом натяну канву на пяльца когда сделаю разметку и уже установлю его на эти пальчики установлю на свой станочек и естественно буду показывать вам как у меня будет идти мой процесс отшива все до следующего включения я уже сделала организацию своего нового процесса от фирмы реолис натянула канву на обычные пальчики как я люблю вышивать разметку я всегда делаю заранее делаю я ее вот таким вот смывающимся маркером он очень удобный и быстро смывается водой не оставляет следов и как бы я его уже давно используя для всех разметок поэтому как-то никогда не пользуюсь разметкой не размечать нитками нет способ неудобный эти нитки потом трудно вытягивать все это путается как бы тем более здесь у меня сам размер работы будет небольшой всего лишь 24 на 40 сантиметров поэтому здесь как бы способ разметки намного удобнее далее я переорганизовала нитки на маленький такой органайзер здесь разметка у меня вышла по цифрам потому что здесь в самой схеме здесь идут как вот столбец с номерами так и как бы соответствующие ему значки цвета так как здесь схема цветная соответственно то есть что я не буду же до каждый там вот этот цветной квадратик переносить сюда на вот эту вот свою планшетку поэтому как бы сделала проще это все по цифрам буду находить нужную цифру и находить здесь соответствующий квадратик с нужным цветом и буду уже по схеме его вышивать думаю так будет это мне намного быстрее начну я свой отшив с вот этой части схемы себе тут уже сделала разметку по квадратикам чтобы мне было удобнее ориентироваться где я нахожусь первый раз буду вышивать по цветной схеме поэтому надеюсь что все значки там с цветами так вроде бы мне понятны но буду разбираться если вдруг что-то запутаюсь другого выбора у меня нет буду смотреть чтобы что будет подходить что еще хотела сказать по поводу схемы это как схема цветная и вот этот вот фрагменты да где напечатаны сами значки немного такие как ну но не глянцевая но все равно как бы бумага такая более как бы перламутровая что ли так можно сказать я обычно на обычных черно-белых схемах от фирмы там да вот золотого руна я всегда раскрашивала квадратики которые я уже вышла просто вот до цветными карандашиками а здесь наверное вот эти вот карандашиками не получится у меня закрасить то что я буду отшивать я думаю может быть получится обычным простым карандашом закрасить уже то что я буду отшивать чтобы не запутаться где я остановилась но в процессе тогда как попробуем я вам покажу что он какой способ я выбрала какой мне будет удобнее сейчас тогда начну сам процесс вышивки уже установлю пяльчики на свой станочек у меня он от фирмы гамма обычный такой самый деревянный станочек настольный я мне на нем очень удобно вышивать здесь регулируется и высота и соответственно здесь вот я пальчики креплю наклон тоже можно отрегулировать и мне так удобнее именно настольным вышивать что будет получаться по процессу буду уже показывать так снимаю уже вечером потому что сегодня весь день собиралась показать что у меня получилось по отшиву по набору моему новому реолис я распаковку набора ранее не показывала хотя обещала что покажу но в принципе я думаю что все эту фирму знают это из премиум фирмы набор из премиум как бы какая-то там ограниченная коллекция все это упаковано в такой красивой коробочке здесь соответственно там лежала канва как обычно и были ниточки вот эти вот на планшетиках намотанным так но мне соответственно так вышивать неудобно на таких планшетиках я уже говорила что переорганизовала все на такой пластиковый органайзер и соответственно вот что у меня получилось по процессу отшилось достаточно у меня много как мне кажется я начинаю как всегда с левого нижнего угла и иду так вот работу вверх вышивать сделала вот уже то что пол ножка получилось вот здесь дальше буду вверх подниматься по ее вот юбки вышивается достаточно легко свободно так как большими кусочками идет отшив если на схеме посмотреть единственное что да все таки цветная схема мне не очень нравится мне как-то него не подходит трудновато значки находить которые здесь вот в ключе указаны то есть я еще несколько раз пытаюсь так вот присмотреться тот ли это значок от или не тот чтобы не ошибиться с цветом конечно не хочется потом мне что-то распускать я так вот по несколько раз перепроверяю перепроверяю как у меня это все совпадает или нет дальше что по схеме меня здесь порадовало то что они сделали посерединке вот такую вот белую линию при которой когда складываешь схему чтобы удобно до было вышивать у тебя здесь соответственно значки никакие не попадают и ничего не стираются других у меня наборах были такие ситуации когда я схемы складывал у меня потом эти значки здесь стирались и мне приходилось эти схемы предварительно сначала сканировать распечатывать на отдельных там листочках либо сохранять куда-то чтобы вдруг из сотрется чтобы я могла понять что у меня там за значок стерся так вот в общем вышивается на несложно я все-таки смогла здесь своими карандашами значки закрашивать который я вышла но взяла карандашки которые темного цвета там все-таки как бы закрашивает не так как бы сильно но из-за того что я закрашивают и своими цветными карандашами это тоже как бы сбивает какие значки мне еще остается что они тоже цветные ну в общем бы цветная схема все-таки мне не очень как бы подходит но естественно это я работу буду отшивать просто именно это шоколадница да как бы сама картина мне нравится как она получается именно фирме реолис поэтому я ее и выбрала также она есть многих других фирмах но мне здесь больше всего нравится именно разработка схемы получается так достаточно в том стиле который как бы мне вот так сказать по душе и по оттенкам мне все нравится по цветам такие молочные вкусные оттенки шоколадные молочные ну соответственно как и само названием этой картины ну так вот буду продвигаться дальше буду показывать что дальше будет у меня получаться мне пока вот все нравится как она как передается объем на юбочки и как бы даже то что схема недостаточно мне так удобно мне это как бы сама не смущает не пугает и я буду продолжать отшивать этот набор дальше еще хотела вам показать мои покупочки в связи с скором пасхальными с пасхальной неделей с праздником увидела такие милые вышить яички такие с птенчиком и зайчиком они показались очень такие нежные такие милые приятные такие цвета красивые и соответственно надеюсь что в скором времени его этот наборчик сделаю чтобы он у меня к пасхе уже был готов здесь получается ну я думаю многие уже видели такие наборы покупала я его в леонардо это вышивка на пластиковой конве вот в набор тут входе ниточками мулине вышиваем 20 цветов кстати не так уж и мало пластиковая основа размер готова работа 11 на 8 ну тут получается должно получиться два таких личка здесь руководство по вышиванию посмотрим что там внутри а ну вот здесь идет схема тут вот какая-то идет инструкция тоже но это реклама магазина здесь идут как вышивать стежки разные но я думаю тут крестиком обычно мы вышиваем вот здесь получается вот сами ниточки такие цвета такие прям приятненькие красивые милые то даже мило так то что отверстие вот эти для ниточек виде яичек такая овальная забавненько сделано такие ниточки по номерам сделаны и вот сама канва кстати она я думала она тут цельная такая она уже тут на две части по поделена то есть для птенчика и для зайчиком канва и вот такая схема вот зайчик и вот птичка может кто-то даже себе заскринит и может вышить уже в своих оттенках вот я не буду против ну вот так бленд даже есть ну тут вроде схема легкая вроде все понятно схема черно-белая все по номерам тут значки так ну что будет получаться я покажу потом это очень такая тоже интересная вышивка чтоб так отвлечься от основных больших вышивок которые ведутся у нас долго-долго и еще один такой маленький наборчик миленький от миодолы тоже из леонардо магазином это такой вот зайка арома зайка там есть серия мишка зайка по-моему еще идет там что-то под забыл там кто еще там идет 44 различных таких наборчика и они идут аром ароматизированные вот у меня получается с вкусом ванили то есть там я уже вскрывала посмотреть часом покажу там набор входит буклетик а вот арома мишка и арома котик еще вот котик по моему вот этот вот с лавандой а вот мишка со вкусом кофе тут вот идут такие вот шарики как гранулы они как раз по идее должны вот этот запах как бы аромат давать но так вот никак не пахнет закрытом пакетики но и надеюсь что когда вскрою там будет какой-то запах здесь идет аккуратненько так иголочка и ниточка то что из чего мы будем с чего мы будем сшить сама кусочек ткани вот такой вот где нужно будет обвести детальки для зайчика ниточки тоже как мулине то есть ими вышиваем мы нашу на зайки личико там на лапках и букетик вот этот вот мне показалось что здесь букетик такой как мимозы что ли но вот так как-то поассоциировалась у меня с зайчик с пасхой поэтому я его и взяла сейчас ну и здесь вот соответственно такая большая большая идет схема это вот детальки выкройкам нужно будет вырезать этот как идет если ты вырежешь вот эти детальки то получается у тебя сзади только вот это вот ну как бы не особо здесь что-то вроде нужное поэтому можно вырезать ну и соответственно здесь по инструкции мы делаем зайчика вроде все и так посмотрела мельком достаточно все просто быстро не сложно я думаю что больше всего времени здесь наверное уйдет на сам вышивку вот именно на лицевой стороне для глазки и сам букетик ну вот вроде все что хотела показать из таких моих покупочек недавних надеюсь что получится я вам обязательно покажу вот такие двоичка получились у меня на пластиковый конве вот фирма жар птица мне очень понравилось вышивать на пластиковый конве хоть это и нелегко потому что сами сама канва она такая достаточно плотненькая и когда уже крестики как бы плотненько друг другу тут уже прилегают после последующей крестики которые там внутри нужно прошить нужно иголочку такую брать более тонкую чтобы можно было проткнуть в эту дырочку в которой уже там много ниток так как вышивается здесь две ниточки протыкать как бы сложнее поэтому я использовала там обычную такую тоненькую маленькую иголочку с маленьким ушком но как бы сложности во всех я думаю работах бывают ну так получилось вышить у них достаточно быстро на каждое вот яичко наверно ушло у меня где-то по два дня таких по возможности да что какие я могла в эти дни по времени до вышивать мне очень все нравится что получилось потому что цветопередача то что было в превью указано она прям идентично передает то что они как бы задавали в наборе что касается ниточках осталось еще достаточно много и я даже не ожидал что так много останется тут мне кажется еще на одно яйцо хватит если вы там у кого-то есть своя пластиковая канва можно еще какие-то как бы свои идеи придумать и вышить в принципе тут ниточек вполне хватает так что может быть я уже конечно впоследствии еще какой-то приобрету набор на пластиковая канве но естественно уже на другую тему сейчас у нас как бы идет пасхальная неделя здесь вот в схеме я всегда так раскрашиваю там значки которые я уже отшиваю чтобы не не запутаться хоть схемы тут и небольшие но все равно я себе все это отмечала чтобы мне было так удобней бэкстич здесь его не так и много он очень легенький зайчик повышевать бы немножко посложнее здесь все-таки цветов побольше и сам он по размеру побольше и мешанинки здесь есть такая и бленды бленду тоже присутствует тенчик было вышивать намного легче здесь в основном как бы фон был а сам тенчик он в принципе очень очень такой маленький поэтому его было вышивать мне легче ну вот такие два у меня пасхальных яичка я уже здесь свои яички покрасила которые мне будут на воскресенье подготовлены такие птенчики и вот как бы сюда я вот так корзиночку планировала эти своих два птенчика отшитых также посадить все спасибо до новых включений